Межкультурный диалог В рамках форума впервые будет проведено заседание высокого уровня руководителей международных организаций. Кроме этого, в рамках сотрудничества Азербайджана и ЮНЕСКО состоится мероприятие на тему «Противодействие насильственному экстремизму посредством женского образования», на котором будут объявлены глобальные призывы. В рамках форума по предложению Азербайджана предусмотрено и учреждение встречи министра Всемирного форума, на который будут представлены главы правительств и министры. Помимо этого, совместно с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН будет впервые организована специальная пленарная сессия на тему «Межкультурный диалог по вопросам продовольственной безопасности и устойчивости общества. Основные элементы в обеспечении устойчивого развития и мира». Другие факторы, повышающие значимость форума, связаны с тем, что на нем впервые пройдет специальная сессия на тему «Роль парламентов на ведении культурных мостов между цивилизациями». Азербайджанская республика и Альянс цивилизации ООН учредили награду «Бакинские процессы во имя лидерства в межкультурном диалоге». В целом, в рамках форума предусмотрено проведение совместно с международными партнерами до 40 сессий и мероприятий. Эти сессии охватывают такие темы, как безопасность человека, устойчивое развитие, миграция, межкультурный и межрелигиозный диалог, борьба с экстремизмом, отношение к беженцам и мигрантам, роль молодежи и образование в межкультурном диалоге и продовольственная безопасность. Выступивший на открытии форума президент Аль-Хамалиев отметил, что этот форум уже превратился в глобальную международную платформу для обсуждения мировых вопросов. Сообщив, что на форуме принимают участие свыше 800 делегатов из более чем 120 стран, глава государства довел до внимания, что партнерами форума выступают авторитетные международные структуры. Подчеркнув, что на протяжении веков наша страна находится на стыке цивилизаций, президент Аль-Хамалиев отметил, что межкультурный диалог является сегодня одним из важнейших вопросов во всем мире. Глава государства сказал, что этот форум демонстрирует культурное разнообразие нашего народа и его древнюю историю, отметил, что наша страна богата древними религиозными святилищами и все они охраняются государством. Мультикультурализм – это государственная политика и образ жизни в Азербайджане, заявил президент Аль-Хамалиев и напомнил, что 2016 год в нашей стране был объявлен годом мультикультурализма, а 2017 год – годом исламской солидарности. Противовес высказываниям некоторых политиков, которые в последние годы говорят, что у мультикультурализма нет будущего, глава азербайджанского государства заявил, что наоборот, это единственный путь спасения будущего мира. И в этом смысле опыт Азербайджана представляет большой интерес. Говоря о значении, проводимом с 2008 года бакинского процесса и о реализованных в этих рамках мероприятиях, глава государства напомнил, что в 2015 году в Баку прошли первые европейские игры, а в нынешнем году наша столица примет игры исламской солидарности, отметил, что это еще раз подтверждает роль нашей страны между цивилизациями. Президент Аль-Хамалиев подчеркнул, что за 25 лет независимости наша страна добилась больших успехов, рассказал о сложной проблеме, с которой мы столкнулись, об армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте. Глава государства заявил, что в результате этого конфликта 20% наших территорий оказались под оккупацией, более 1 миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, была осуществлена этническая чистка, уничтожены образцы материально-культурного наследия, а принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции в связи с урегулированием конфликта до сих пор не выполнены. Еще раз подчеркнув необходимость разрешения конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана и в соответствии с нормами международного права, президент Аль-Хамалиев также рассказал о реализуемых Азербайджаном крупных проектах, отметил значение проекта «Южный газовый коридор». Глава государства коснулся осуществляемых в стране мер в связи с развитием экономики, устранением безработицы, развитием сферы образования. В конце своего выступления президент Аль-Хамалиев подчеркнул большую значимость этого мероприятия с точки зрения объединения усилий перед беспокоящими мир вызовами и пожелал успеха в работе форума. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила удовлетворение участием на форуме, поблагодарила президента Аль-Хамалиева и посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиеву за значение, которое они придают межкультурному диалогу, отметив, что конфликты, происходящие сегодня в мире, порождают большие угрозы и с этой точки зрения есть серьезная необходимость глобальной солидарности, генеральный директор ЮНЕСКО также подчеркнула важность защиты принципов, служащих межкультурному диалогу и усиления борьбы с насильственным экстремизмом, отметила, что культурное разнообразие должно оставаться источником гордости для человечества. Верховный представитель Альянса цивилизации ООН Насир Абдул-Азиз Аль-Насир выразил удовлетворение пребыванием вновь в Баку, отметил успешное проведение в прошлом году в Баку седьмого глобального форума Альянса цивилизации ООН. Подчеркнув поддержку Альянсом цивилизации ООН Бакинского форума, он отметил, что путем предотвращения военных конфликтов в мире важно поощрять мир на планете. Абдул-Азиз Аль-Насир подчеркнул особую значимость межкультурного диалога как составной части стратегии борьбы с глобальным терроризмом. В установлении мира и безопасности на Земле призвал к объединению для реализации целей устойчивого развития, заявил, что для достижения этих целей структура видит Азербайджан как значимого партнера. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Талеб Рифаи поблагодарил президента Ильхам Алиева за поддержку этого форума. Он высоко оценил работы, осуществленные в последние годы по развитию Баку. Официальный представитель ООН, подчеркнув значимые задачи, поставленные форумом перед глобальными лидерами, важность их решения отметил новые задачи по развитию туристического сектора, имеющего самый большой ареал. Останавливаясь на мерах по защите и пропаганде прав человека на путешествия, подчеркнул значимость применения новых стратегий в этой области. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсиф Аль-Осаймин подчеркнул значимость культурного разнообразия и отметил, что проведение этого форума является значимым шагом в реализации предстоящих задач. Он заявил, что ОИС и впредь будет поддерживать межрелигиозный и межкультурный диалог, и в связи с этим у организации имеются соответствующие планы. Генеральный директор ИССКО Абдул-Азиз Осман Аль-Тувейджри подчеркнул значимые усилия президента Ильхам Алиева для достижения межкультурного диалога, важную роль Баку в этом процессе. Он отметил, что в мире, где продолжаются конфликты и царит напряженность, Азербайджан является пространством, где царит гармония. Подчеркнув, что ИССКО стремится достичь взаимопонимания в мире, глава ИССКО отметил налаженное эффективное сотрудничество с европейскими партнерами по этому вопросу. Заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэла Баттаини-Драгони также высоко оценила поддержку президента Ильхама Алиева, оказываемой платформе межкультурного диалога. Она остановилась на мероприятиях, проводимых Советом Европы в этой сфере, отметила, что межкультурный диалог является значимым фактором в обеспечении демократической безопасности Европы. Было зачитано обращение генерального директора продовольственной сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациано-Досильве. В своем обращении он отметил, что этот форум служит налаживанию культурного моста между людьми, подчеркнул значимость развития в мире сельского хозяйства, важность удовлетворения потребностей людей в еде и продовольствии. Генеральный секретарь ФАО заявил, что продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН одобряет поддерживаемые Азербайджаном инициативы этого форума.